Меня зовут Елена Елисеева, занимаюсь розами уже больше 20 лет. Самая любимая группа, скажем так, это то, что называется шрабы или кустовые розы. Вот сейчас, скажем так, одна из самых любимых, это уже тема неукровная, поскольку мы не молодеем. А ухаживать за розами, в общем-то, надо много усилий прикладывать к этому. А с возрастом становится все более, может быть, лень или еще что-то. Поэтому неукровная тема, неукровные розы, мне кажется, эта тема как-то у нас незаслуженно забытая, даже не забытая, она не сильно популярная, хотя наш климат как бы голосует за то, чтобы меньше усилий по выращиванию растений и высаживать более устойчивые растения. Но почему-то со скрипом идут у нас неукровные розы. Я просто хочу рассказать, может быть, от того, что до недавнего времени ассортимент неукровных роз был маленький. То есть это вот то, что мы называем шиповники, видели ругозы, там красненькая, беленькая, или розы колючие, то, что вот белый шиповник, как-то представляет. И все. Сейчас таких сортов просто море. И их на самом деле еще толком никто не испытывал на наших территориях. Но они способны жить, и способны жить хорошо, без проблем, и они красивые. И я вот попробую вам это показать, если я сейчас доберусь до папки. Я просто хотела спросить, что вы вот сами понимаете. Я понимаю, что неукровные розы, все понимают, что роз, которые укрывать не надо. Но как они для вас выглядят? Как вы хотите, чтобы эти неукровные розы выглядели? То есть кто как представляет, какие варианты есть? Для меня лично это вот цифророзно-морщинистые, и вариантов у меня просто нет. А представить, что это вот там собьющиеся розы, да, цифророзы, я не знаю, представляешься. Ну, у вас достаточно близкое представление к тому, что на самом деле есть. Потому что я сталкивалась не один раз, когда ландшафтный дизайнер начинает обсуждать тему неукровных роз, и сразу вот так вот решительное такое мнение, неукровных роз нет. Я говорю, как, как, как же так, почему нет? Да вот же, они море сортов, потому что, нет, потому что все, как правило, когда говорят о розах, они сразу вспоминают вот этот чайник с высоким бокалом, который продается в любом там киоске. То есть розы это вот только такой вариант, и все. На самом деле все, что мы называем шиповниками, рядовые розы, это тоже все розы. То есть изначально это розы, и они могут быть совершенно разными и достаточно красивыми. Я, на самом деле, этой осенью очень удивилась, когда меня коллега, который читал лекцию на выставке по неукровным розам, попросил собрать букет роз. Это был середина сентября. Вот это было собрано в середине сентября, неукровные розы. Как они потрясающе смотрелись в букете. В основном это здесь ргозы, 9 сортов, середина сентября, они цвели. И вот в букете было совершенно потрясающее зрелище. Поэтому неукровные розы это все-таки не так просто и не так некрасиво, как мы, может быть, думаем. Плюс большой неукровных роз в том, что это, скажем так, всесезонная декоративность. Это не только лето, когда они цветут и цветочки. Но это очень декоративные ягоды у многих. Это очень приятная, интересная осенняя краска, которую, допустим, если мы говорим об укровных розах, мы ее теряем, потому что в это время мы обрезаем листья, укладываем под одеялки их спать. И зимой это может быть очень эффектно и интересно. То есть, если стоит вопрос всесезонной декоративности сада, то укровные розы, мне кажется, очень хороший выбор. Когда мы говорим о неукровных розах, но, в принципе, о любых растениях, которые мы растим в своем саду, для нас становится важным два таких, скажем, качества растения. Это или два таких, скажем, дет характеристики. Одна из них – это морозостойкость. Морозостойкость, как вот по определению, это способность растений выдерживать за зимний период без повреждений, крайне отрицательные температуры. И по зонам морозостойкости вы, наверное, сами ориентируетесь достаточно часто. Вот когда говорят зоны USDA или зоны морозостойкости, это как раз выбраны географические зоны, где посчитаны за многолетние наблюдения средние и низкие температуры. И Москва и Санкт-Петербург лежат в пределах 4-5 зоны. Вы видите, какие самые нижние отрицательные температуры. И, может быть, я не знаю, для кого-то это будет, скажем так, открытием. Но Петербург – это, значит, пятая зона. Вот видите, вот он здесь, вот старая карта, Ленинград, вот в этом месте. Это пятая зона. А все Подмосковье, за исключением самой Москвы, это четвертая зона. Но при этом, скажем так, многие розы в Подмосковье ведут себя гораздо лучше, чем в Санкт-Петербурге. С чем же это связано? Хотя, казалось бы, зона морозостойкости в Петербурге выше, в Москве она ниже. То есть там самая… чем ниже температура, начинают повозрастающие. Значит, самые низкие температуры – это там нулевая зона и пошло дальше выше. Вот нарастание зоны – это все теплее и теплее. А связано это с еще одним фактором – фактором зимостойкости. Для нас он гораздо более важный, потому что все, что не дает нам успешно выращивать что-то более теплолюбивое, это связано с зимостойкостью. Зимостойкость – это ответ растений на ту ситуацию, которая происходит в период зимний и ранний весенний. То есть все наши вот эти бесконечные оттепели, смены, то есть от мороза, перехода к теплу, то снег не выпал или еще что-то. Вот это определяет зимостойкость. И, к сожалению, здесь нет такого варианта, как зона с морозостойкостью. Морозостойкость, температуру померили, обозначили. Вот это зона морозостойкости. По зимостойкости выделить какую-то зону нельзя. Очень сильно многие вещи зависят от микроклимата. Бывает так, что участок расположен буквально в каких-то 20 километрах, но на одном участке растет все, а на другом не растет ничего. Это связано с тем, допустим, с характером ветров. Как там температура застаивается, или холодный воздух не заставливается. Сколько, какой уклон, какой, значит, склон может быть там западный по отношению к солнцу или южный. Вот эти вещи очень, на самом деле, важны. И надо понимать, с чем мы имеем дело. То есть и попытаться, в принципе, когда дело идет о розах, какие-то вещи снивелировать. Если у нас есть роза, надо рассчитывать на то, что вы сажаете ее, все-таки это более южное растение, даже если она не укровная, она должна получать полное солнце в день. То есть вот полное, практически, чем больше солнца она получит, тем лучше она будет у вас зимовать. Да, есть сорта теневыносливые, выдерживают тень. Но, как показывает практика, если год неблагоприятный, если лето было холодное, а роза растет в тени, она не доверет эту нужную ей сумму положительных температур, значит, она плохо перезимует. И очень четко было по неукровным розам. У меня реталус мой, который как бы в Подмосковье абсолютно неукровные розы. Одна растет в тени, практически в полной тени, вторая на полном солнце. Из этой зимы та, что растет в тени, половину я ее срезала, потому что половина попегов не вызрела, и полкуста я потеряла, она восстанавливалась потом. Та, что растет на полном солнце, она перезимовала замечательно. Чем мы еще можем помочь нашим растениям пережить вот эту зиму и противостоять ударам внешней среды? Во-первых, правильная агротехника. Мало того, что это солнце, постарайтесь так, чтобы она не испытывала недостатка. Это, в принципе, касается не только роз, а касается и всех растений. Если растение влаголюбивое, значит, оно не должно испытывать жажду в течение летнего периода. Розы, в принципе, если очень жарко, да, они выдержат. Да, неукровные есть, они выдержат. Они все пьют некоторые сорта, которые выдержат практически все, любое напряжение. Но если есть какая-то там вероятность, что у вас не очень хорошо зимует роза или еще что-то, постарайтесь, допустим, если засуха, ее полить. Плюс, значит, подготовить ее к зиме. К зиме подготовить это, в первую очередь, калий. То есть вы ее должны ближе к осени накормить калием, чтобы она набрала необходимое количество сахаров в своих побегах, чтобы могла успешно зимовать. Вот. Ну и предусмотреть. Можно продумать местоположение тех же самых роз. То есть какое-то защищенное от ветра место между домами, где воздух-то не продувается насквозь. Либо где вы чистите дорожки, скидываете там море снега, то есть получается сугроб. Вот это все, вот такие вот мелочи можно продумать. И в принципе, даже в нашем, скажем, таком суровом климате выращивать вполне теплолюбивые растения, которые, значит, будут неплохо существовать, если мы задумаемся, как создать ему режим наибольшего благоприятствования. Неукровные розы я хочу начать с розы морщинистой или розы ругоза, которую мы все прекрасно знаем. Получила она свое название по своим морщинистым листьям. Пришла она к нам с Дальнего Востока. Это Япония, Корея, Китай, наш Дальний Восток, Камчатка и побережье, там Сахалина и прочее. И в принципе, эта роза, опять же этот букет, она, скажем, шла в Европу двумя путями. Вначале она пришла в Англию в середине, где-то, наверное, 18 века из Японии. И параллельно она попала туда же, в Европу, попала через Россию с нашей Камчатки. И временами, если смотреть старые документы, то розы называют розы Камчатика, розы морщинистой. Чем она хороша? Потому что морщинистая роза – это, пожалуй, одна из немногих роз видовых, которая цветет повторно в течение лета. Потому что, как правило, все видовые розы цветут только один раз за сезон. Морщинистая, даже видовая роза, цветет повторно. Этим она, скажем так, нам и интересна. Она очень устойчива, мирится практически с многими неприятными вещами, с не очень плодородной почвой. Некоторые сорта выдерживают неплохо тень. И при этом она цветет повторно. Начать я хочу с нашей российской селекции. Это Эдуард Регель, Россия, царица Севера. Как вы видите, конец 19 века. Довольно любопытная роза, полностью зимостойкая. Не очень крупный кустарник. Очень интересные листва. Она достаточно мелкая у нее. И интересного качества. Цветы не сильно крупные, но там очень интересный оттенок. Он, скажем так, не тот привычный, который мы привыкли к Ругозе. Наверное, все представляют то, что у нас на улицах растет. Она такая розовая с различными оттенками. Чуть более темный, с дымкой, как бы с напылением цветок. Единственная проблема в Петербурге у вас, как раз, может быть, из-за того, что это ее родные края. Она растет достаточно быстро и неплохо. В Подмосковье она, как правило, очень долго развивается. Очень красивая осенняя окраска. Розы пришли вначале из Японии в Англию. Но англичане как бы не заинтересовались почему-то этой культурой. Хотя они позиционируют себя как страна роз. И то, откуда начиналось все розоводство, не заинтересовало их Ругоза. И вся селекция начинает в начале француза. Это самый конец 19-го, начале 20-го века. И часть тех старинных сортов французских, они дошли до нас и сейчас. И успешно, скажем так, растут в наших условиях. Очень интересный сорт Сувенирда Филимон Каше. Любопытные цветы с такой пуговкой. Очень нежные, очень изящные, очень красивые. Но есть проблема. Может быть, в питерском климате не стоит ее заводить, потому что она реагирует на влагу. Цветы могут окупливаться, не раскрываться, если очень сильная влага. А так вполне достойный. И весьма такой зимостойкий сорт совсем. Это, можно сказать, как вот люди у нас любят называть, бронетранспортер среди роз. Розари Деле. Старинный тоже французский сорт. Вот это выдержит все, что угодно. Она совершенно неубиваемая такая девушка. Единственная проблема очень крупная. Во взрослом состоянии это куст 3 на 3 метра. Цветы ароматные, очень ароматные. Цветет она очень обильное такое цветение в начале лета. Вот кусты начинают цвести. И потом в течение, скажем так, всего лета там спорадически идут цветы. И в общем-то она практически, ну все лето цветы есть. Хотя надо сказать, что основной, конечно, пик приходится на середину июня где-то. Цветет достаточно долго. Интересный оттенок. В общем-то, если за ней поухаживать и так соответствующе накормить, она и без кормежки справится. Она и будет зимовать хорошо, и не обмерзает, и никаких проблем. Но если ее покормить, можно, особенно если с микроэлементами, с калием и так далее, можно получить очень интересный, более темный окрас цветка. Очень похожий на нее сорт ханза голландский. Вот я пыталась сфотографировать рядом оба цветка. В принципе, ни специалист не отличит один сорт от другого. Но ханза несколько более компактный сорт. И разные у них, скажем, габитус. Если разорить дэлэй, это в хороших условиях, ну 3 на 3, ну крайне это тоже 2 на 2, но это широкая полусфера. Полусфера такая ровная, она снизу, если она на солнце, открыта всему солнцу. Ханза немножко растет веником широким. То есть это прямостоячий такой куст. И она пониже ханза сама по себе. И в моих условиях, не знаю, может быть просто ханзи. Они растут рядом, на самом деле. Вот большое вот это розори дэлэ, вот эта вот часть. А вот здесь вот пониже сюда, вот это вот. Это ханза, они рядышком совсем. Может быть, ханзу вышибает там немножко яблони рядом растет. Ханза немножко капризничает. То есть вот если я разорила дэлэ, у меня вообще к ней никаких претензий. То есть там и роскошные кусты, и роскошные листва. Ханзе вот иногда может что-то не совсем что-то нравится. Но вот с другой стороны, здесь она на свободе, скажем так, ханза. В придорожном дизайне одной нашей форумчанки у девочки. И на мой взгляд, это очень красиво. Я не знаю, как налажь. Но тем более, что это не требует практически никакой вот заботы. Посадил и забыл. Тут и цветы, и аромат, и совершенно там потрясающая потом может быть осенняя краска. Так что это очень достойно. Одна из немногих желтоцветковых роз канадской селекции, ранняя Агнес. Достаточно любопытная роза. Единственная проблема, что она очень высокая. И с возрастом она любит оголяться. Цветет на макушках. И достаточно сильно зависит от агротехники. Если вы ее покормите хорошо и проявите внимание, и все будет замечательно, это будет вот такой вариант. Даже вот чем-то я ее тогда один год накормила, уж не знаю чем, что цветы получились абрикосовые. Может быть, была реакция, был достаточно жаркий год, температура высокая, и она так среагировала на это. Сагнос единственная проблема в том, что она цветет однократно. Красивые цветы, но цветет она однократно. Здесь она была порезана достаточно сильно. Не надо бояться ругозы резать. В принципе, многие... Единственное, что нельзя сделать, вот если вы имеете старый какой-то неухоженный куст, который растет там уже лет 15-20, взять ее и снести под корень, этого лучше не делать. Если вы получаете молодой куст, и вам надо держать в каких-то его более-менее приемлемых условиях, ругозы можно стричь. Можно стричь, и, скажем так, в более южных странах, они даже рекомендуют время от времени сажать их там раз, два, три года, сажать их просто на пень, чтобы держать их в форме, чтобы они не набирали какой-то, допустим, кокагна с высоту под 2,5 метра и цвела там только на макушках, чтобы это был округлый, такой красивый полусферический куст. Как правило, многие сорта ругозы эту полусферу формируют сами, без посторонних помощи. Если она сидит на полном солнце, если ей все нравится, это будет четкая полусфера. Есть некоторые сорта, которые растут прямостоячими, но основная масса из них, в принципе, держит форму красивую, без какой-либо помощи. Агнес в обычном состоянии, это, как правило, бледный желтый цветок. Цветет она в зависимости от погоды плюс-минус 3 недели. Цветы, правда, выгорают достаточно быстро. Вот здесь она, скажем так, была забыта на некоторое время и, соответственно, уже выглядит не так эффектно, как в первый раз. Но все равно достаточно достойно. Многие пугаются, когда сажают Агнес, а выходят из зимы побеги черные, такие совершенно безжизненные, и говорят, ну все, замерзла. Это ее привычка такая. То есть она выглядит по весне несколько страшновато, но она отойдет, и потом все будет нормально. Единственная с этим сортом еще неприятность такая, что она развивается достаточно долго. Иной раз это однократно цветущий сорт, и как все однократно цветущие сорта, она может разгоняться довольно долго. То есть она у меня зацвела первый раз на четвертый год. То есть ее придется подождать. Есть у нас более, скажем так, быстрые сорта Агнеса, она такая девушка тяжелая, долго раскачивается. Но если раскачался, уже потом будет все нормально. Второй, достаточно близкий желтоцветковый сорт, это Тапазджево, или еще его называют Yellow Fruit Agmar Hastrop. Он, в отличие от Агнес, цветет два раза в год. Там очень приличная форма куста, но цветочек немножко проще. Ну, в принципе, тоже довольно достойный. И он быстро, скажем так, отцветает. Еще однократно, фру, старенькая, достаточно, тоже совершенно беспроблемная, которая как раз дает вот эту четкую полусферу, если, в общем-то, сама дает. Но если еще немножко ее подстричь, то будет еще роскошнее. Если вам нравятся более жесткие, какие-то более геометрические формы в саду, то есть ее можно держать четким-четким таким шариком. Fruit Agmar Hastrop. Это большая тарелка светло-светлого розового цвета. Цветы цветут, она не очень, скажем так, активно. Видно, что вот здесь их довольно много. Правда, тут вкус попадает в затенение относительно под кленом, но она его выдерживает и, в общем-то, вполне достойно с этим справляется. Этот сорт декоративен еще с вами очень крупными плодами. То есть по осени это огромные, практически вот такие, как яблочко плоды. Чем больше солнца он будет получать, тем они будут ярче и крупнее. И с этой точки. И неплохая осенняя желтая краска. Сорт достаточно компактный в районе метр двадцать. Если небольшой сорт, метр двадцать, такая полусфера высотой, шириной приблизительно так же. Вот она как раз с плодами. Они очень эффектно смотрятся, когда... Я ее на самом деле посадила даже не из-за цветов, а из-за плодов, потому что, когда я увидела вот эту роскошь по осени, я не смогла пройти мимо. Она же осенью. Есть целая серия сортов, которые называют еще гвоздичные розы. То есть здесь не один цветочек, а такая кисть из-за цветочков. Я не знаю, насколько это видно вам на экране. Они все как гвоздички, вот немножко такие вот перистые по краям цветочки. Старый тоже голландский сорт, Эджи Гротендорст. И есть целая серия с этой приставкой Гротендорст разных оттенков, разных цветов. Гротендорст Суприм, Пин Гротендорст, Вайт Гротендорст. Единственное, что про Гротендорст нельзя сказать, что он полностью абсолютно зимостойкий, что он зимует на весь свой рост. В принципе, в зависимости от зимы, его может снести либо до уровня снежного покрова, либо под уровень почвы. В зависимости от микроклюмата вашего участка. Но у меня было на участке два Гротендорста. Вот этот Эджи Гротендорст и второй. Вот, кстати, он Эджи Гротендорст. Он сейчас попадает под клён. Вот он здесь вот. Это такой, где-то полтора метра, прямостоятельно тоже такой веник. И у меня на участке два Эджи, которые попадала в бордюр с укрыльными розами, старинными. И второй, Пин Гротендорст, который рос совершенно отдельно, не укрывался, обмерзал в зависимости от зимы, либо по уровню снега, либо по почву. Но при этом он очень быстро восстанавливается. И зацветали они одновременно с Эджи, который зимовал под укрытием. Так что, в общем-то, его сажать тоже можно. Хотя, вот учесть то, что он может обмерзать, надо подбирать ему более тёплое, более такое. Это Вайт Гротендорст уже. Американский, скажем, спорт, это Гротендорст, она дыма в Америке чуть позже. Мне вот лично, на мой вкус, больше всего нравятся более яркие сорта, которые Эджи, Гротендорст Супрем, потому что, не знаю, пик и вайт. Проблема, скажем так, с белыми ругозами может быть ещё в том, что некоторые, особенно такие щепетильные люди, не любят тот момент, когда белая роза оцветает. То есть, если повышенная влажность, вот эта грязь, вот она очень бросается в глаза. Если вы не настолько трепетно к этому относитесь, то вполне можете совершенно спокойно сажать белые ругозы. Ну, а если трепетно, то надо учитывать, что, как правило, все светло окрашены, чем светлее розы, тем больше вероятность получить в определённый влажный климат вот это вот не очень красивое цветание. ещё один очень достойный сорт это вазаганинг. У него очень интересный оттенок. Он такой уходит в сиреневу. Крупные цветы, благородные формы, очень большие кусты и абсолютно зимостойкий. Проблемой может быть тоже высокая влажность. Если прохладная погода и очень высокая влажность, цветы могут не раскрываться. Вот хотел бы у вас познакомить с таким человеком, канадец Жорж Бунье. Родился он во Франции, эмигрировал в Канаду в начале XX века и занялся там сельским хозяйством. Посвятил свою жизнь выведению. Очень интересно, он занимался моим растением, он аклиматизировал растения для тяжелого канадского климата. Как пишут про него, он получил огромную посылку семян сосны из России, из ботанического сада Санкт-Петербурга. Назвали ее сосна Сладоги и высадил целый деленок. Почему-то в тех прериях, где он жил, сосны особо не росли. А вот эта ладожская сосна прижилась и там сейчас потрясающая реликтовая у них роща в тех краях, где он жил. Так что наш след есть везде. Не только в розах, но и в соснах. Самая известная его роза Тереза Бунье, он потратил на выведение этой розы 50 лет своей жизни. Человек практически всю жизнь посвятил одной розе. Это гибридизация совершенно там, по-моему, до 9 сортов. Тут я перечислила не все. Вот как раз роза Камчатик это как раз видовая роза Ругоза, которая опять же получилась с семенами из петербургского ботсада. И скрещивал он с родными розами, которые, скажем так, растут в Америке и в Канаде. роза Бланда там присутствовал тоже Бетти Блант. Это на основе видовой розы Бланда. Когда Тереза Бунье в цвету, пройти в нее в общем-то невозможно. То есть это куст, огромный куст, он как 2 метра плюс, усыпанный цветами, взреющий, совершенно потрясающий цветы нежного, переливчатого такого розового, сиреневого тоже оттенка. Очень красиво, абсолютно зимостойкий без каких-то либо проблем. Повторяю, цветение. Единственная проблема с Терезой Бунье, она может немногие из рукоз болеть мучнистой росой. То есть во второй половине лета, если что-то ей не понравится, она может переболеть. Терезой Бунье он назвал розу в честь своей сестры, а все остальные розы за некоторым исключением носит имена его дочерей. Кстати, человек прожил 102 года практически. Очень полезно к тому, что заниматься розами. Как правило, все бридеры и многие садовники, которые занимаются розами, вот посмотришь, редко кто не доживает до 90 лет. Как правило, 90 лет и более. очень красивая роза Луиза Бунье. Она знаете, такая гофрированная просто, лепестки такие какие-то очень красивые. Бутон имеет красноватый оттенок, тоже полностью устойчивый. Значит, и то, что можно встретить, довольно-таки сейчас часто появляется на нашем рынке, более открыто. Если Луиза Бунье, она такая махровая практически, не показывает серединку, лакмажо более открытый. Есть средняя между ними Мария Бунье, она вот нечто среднее. Переход, как бы, скажем, от Луизы Бунье к лакмажо. Лакмажо очень красиво тоже дают плоды. В принципе, и Тайдру Луиза Бунье, по-моему, повыше, но все они до уровня где-то метр двадцать, метр пятьдесят, достаточно компактно. Если Тереза Бунье это высокая, она в теплом климете, в общем-то, может и три метра взять большой куст, то вот эти белые сорта, они достаточно компактные, достойные и красивые розы. Одна, скажем так, большая такая статья в розах-ругозах, это латышские ругозы, может быть, многие из вас уже слышали об этом. Началось это все в шестнадцатых годах прошлого века. доктор Дидра Альфредовна Рикста занялась селекцией ругоз в Латвийском ботаническом саду и вывела целый ряд сортов. Почему-то наибольшей популярностью вот у нас до недавнего времени было только два ее сорта, это обельзит, самый старый, с чего все началось, и ритаусма. Здесь как раз ритаусма на улице Риги, очень красивый сорт. Полностью зимостойкий, повторно цветущий. Единственное, что неприятности в том, что эта роза может обмерзнуть то ли в другой степени, она возможна в зависимости от зимы. Опять же, вот как вот вариант тот, что если она окажется в тени и будет недополучать чего-то. Но в целом это достойная роза, довольно крупная. Официально ей дают где-то полтора на полтора, но она в общем-то легко возьмет и два и выше, в зависимости от условий. Проблемой может быть то, что вот как раз тоже отцветит. Это самый старый сорт, с чего все началось, абельзийц, яблоневый цвет в переводе, латышского. Она немножко такая неформальная, скажем, роза, достаточно специфичная, то есть это простой цветок. Интересно то, что она с возрастом, вот она распускается достаточно бледно, а с возрастом она становится ярче, то есть эти края, вот этот румянец по краям, он как бы заполняет весь цветок и кост становится все более ярким. Интересная особенность то, что у нее листва еще достаточно пахучая, она так немножко тоже яблоком пахнет, любопытной тоже. Это как раз в Рундуле, если вдруг соберетесь в Латвию, это два куста абельзийца в Рундульском парке, в дворце. Это была самая, на территории нашего бывшего Советского Союза она была наверное наиболее распространенная, потом чуть ее вытеснило с рынка ритаусма, но эти два сорта были скажем так самые популярные. Вот собственно ритаусма очень любопытный на самом деле сорт, начинает распускаться бутон, длинный удлиненный такой вытянутый бутончик, практически как у чайно-гибридной розы. Вот румянец, заполняющий эти лепестки от погоды может зависеть тоже, он может либо весь цветок заполнять, либо только краешек, но в любом случае очень достойная очень красивая роза. Вот здесь это как раз солнечный вариант, когда она формирует полусферу такую довольно четкую, с розами латышскими руглозами можно не бояться резать их совсем, потому что в их крови роза флоримонда там достаточно в генетике участвовала и большую часть скажем так крови занимает. Они абсолютно толерантны к любой обрезке, то есть в каких формах, в каком размере вы хотите держать эти розы в таком и держите. Если вам надо розу до метра режьте до метра, если вам надо розу выше, это теневой вариант, на самом деле вот оголяется низ, если ее не резать, я ее не резала довольно долго, если вы видели вот это вот здесь сама себя формирует на полном солнце, разница в габитусе, это в тени, она сидит под лишней, честно говоря мне теневой вариант даже нравится больше, и вариант отцветания, если на солнце при всем вот этом видимо перепад утро-вечер, влага, роса или что-то она буреет сильнее, то есть вот это вот не очень приятные лепестки, поскольку цветет роза скажем так видим достаточно активно, и когда вот это все становится несколько ржавеньким, не все выдерживают. в тени видимо перепад между или более медленно высыхает утром вот эта роса, то есть она не так ее портит, она теневая даже по цветам они лучше скажем так выходят из этой ситуации, но в принципе если роза отцветает и вам это не нравится, взял руки кустовец, обрезал, все замечательно, листики, и она готовится к повторному цветению, так что это не так все сложно, и со временем как-то я просто поймала себя на мысль, когда было мало рос в саду, там где-то 20-30 только в начале, я очень трепетно относилась к тому, как себя ведет роза, как она выглядит, заболела, не заболела, когда этот вариант переваливает где-то там уже за 200, ты уже начинаешь очень спокойно реагировать на эти вещи, вот, и абсолютно как-то так это самое уже не нервничаешь, на что-то всегда можно отличиться, на что-то более другое, да, это уже чуть-чуть повзрослевшая ритасма, как раз очень, я не знаю, но это может быть мой вариант, вот, более светлые ругозы очень эффектно всегда смотрятся с белыми стволами берез, вот, я несколько раз сталкивалась, видела это в дизайне, вот, как-то вот на этом фоне очень хорошо они смотрятся, так что, если у вас есть березовый сад, то можно использовать, скажем, кстати, под березами мало что растет, не выдерживает от этой засухи, ругозы вполне спокойно на это реагируют и выдерживают это соседство. Еще один старый латышский сорт, сорт гуна, вот, кстати, это особенный сорт для ругозы, потому что очень яркий, практически красный цвет, словить его правильно невозможно, простой цветок, но роза как фонарь, но причем он не такой ярко-красный, который раздражает, там все-таки есть большая доля розоватых вот этих оттенков, он очень приятно воспринимается, оно яркое, красивое, но глаз не режет, не агрессивная, да, она совершенно, вот, участок был сделан, где ругозы были, кстати, активно, латышские ругозы, ругозы использовались, вот, достаточно тяжелом, кстати, положении, это солнечный склон, южный, вот, если видите, на склоне вообще как-то мало кто согласен нарасти, но вот, гуна, ее там довольно много было этих кустов, вот, так ее использовали в дизайне, на самом деле, это было очень эффектно, я бы сказала, причем, вот здесь вот видно, что вот два, вот, они затеняются, то есть, там не полное солнце утром идет, соответственно, там они только днем, и, в общем-то, они совершенно спокойно это держали. Следующий сорт рейкста зайга, вот, такой жаргонный, у него было название, среди розоводов зайка, ругозы вообще очень колючие, просто смертельно колючие, это вот такие барракуды, мало кто с ними по колючкам может сравниться, но есть среди них сорта, которые практически без колючек, вот зайга, такой сорт, не очень гладкие, побеги, там одна-две колючки может быть, ну, вообще, приятная такая девушка во всех отношениях, и, скажем так, достаточно компактный сорт зайга. Есть два более поздних сорта светлых, окрашенных ругоз, агро и лига, в принципе, они довольно близко, скажем так, похожи, близки к ритаусу, но немножко отличаются ростом и формой цветка, но достаточно близко. Агро уходит, распускается цветок такой нежно-розовый и уходит в сиреневый, то есть в общий куст, если для ритаусмы это практически белый, с легкой такой дымкой розоватый, то агро это сиреневый, издалека такой вот нежно-нежно-сиреневый оттенок, а габитас у них практически одинаковый. Это опять же таки вот агро в дизайне этого сада, там где была гуна, но вот эта кочка тут по-моему штук пять роз, там размах такой участка большой, и здесь их стригут очень коротко, то есть их стригут вот эти пять, они посажены достаточно близко и стрижется одним большим таком полусферой. Выглядит очень эффектно, там еще было, вот она немножко после дождя, но в принципе все равно красиво. Там же была еще бело-цветковая ругоза, наверное, парсла, я так думаю. Но вот очень похоже, на самом деле, если вы не коллекционер, то в принципе из трех сортов агро, лига и реталсмо можно выбрать один, то, что попался, скажем, вам, потому что вот тут вот девушка-дизайнерша работала, она вот их все звала реталсмо. Я говорю, ну это же не реталсмо, реталсмо у вас здесь. Говорит, а как вы их отличаете? Вот, ну вот, отличаю. Для многих непосвященных людей это, в общем-то, практически одно и то же. Лига чуть более махровая, но она ближе, скажем так, наверное, самая махровая из них, вот, лига как раз из этой троицы и более розоватая, такая она, розовенькая. В общем, с вами, скажем так, своя макияжа. Майя. Вот, Майя мне очень понравилась. Очень компактный сорт, маленький и очень интересный. Если нужны какие-то компактные розовки, Майя вот из этой серии метр двадцать ей максимум дают. В принципе, то, что попадает, кстати, под снег, если есть такой, то тоже легче перезимовывают они все. Интересный оттенок, она очень так симпатично смотрится. Смайда. Еще один из сортов. Ну, простая розочка, яркая и тоже достаточно компактная. Из темно окрашенных, кстати, вот о колючках роз, голос, вот тут вот можно посмотреть. Но это еще не самое страшное. Ну, в принципе, весьма такие девушки зубастые. Да, да. Энгет темный сорт, очень интересный, темный, она близка как раз вот к розори де лек, к хансе, но еще потемнее, такой вот фиолет она уходит и тоже достаточно компактный сорт, до где-то метр двадцать, не выше. Санта, очень-очень нежно, совсем маленький, тоже где-то до метра, очень-очень нежная окраска, светло-светло-розовый. Он крошечный, такой вот нежно-нежно-нежно-розовый, совсем прям розовенький-розовенький. Раита, крупный сорт, высокий, дает, кстати, вот по поводу селекции Ругоса у нас еще шла на тему содержания витамина С в плодах. Вот Раита, по-моему, один из тех сортов, который ценит еще и за плоды, и за высокое содержание витамина С. Но это высокий куст. Она, конечно, цветочек, как все смотрится, но это большой куст, где-то метр два с половиной, и даже два с половиной для нее это, в общем-то, не предел. Это почему-то майя попала мне вот совершенно не туда, сколько хотелось бы. Ватругозы, риксты еще очень красивы, даже не красивы не только своими цветами и плодами, они красивы своей листвой. Вот даже если на розе нет еще цветов, она только начинает вегетацию, там совершенно потрясающе здоровая, ярко-зеленая листва, там различные оттенки зеленой листвы, есть у нее сорта, вот типа виолетта, низкая, виолетта, по-моему, виолетта ее. Низкий сорт, вы знаете, вот издалека, вот если нет на розе цветов, такое впечатление, что это вот какое-то что-то такое мшистое, какие-то заросли такие, потому что там крученый немножко лист, и сама куртина роз выглядит очень эффектно даже без цветов. Один из старых и очень достойных сортов, наверное, один из самых красивых латышских сортов, это было еще в те же времена, как и ликста, но селекционеры, которые в основном занимались плодом на деревьях, но вот розами тоже попутно они создали одну розу, Лидия Фреймин, это актриса латышская, известная, очень красивый цветок, по цветку наверное одна из самых красивых ругоз Лидия Фреймин, потому что длинный бутон, большой, крупный цветок, он как-то изящно на этих ветках своих держится, очень интересный оттенок, достойная ругоза, единственная проблема, что может развиваться достаточно тяжело, долго она разгоняется, и может не повезти, на самом деле, зачастую бывает так, что не очень активно цветет, то есть кому-то везет, и выглядит она прекрасно, вот здесь Лидия Фреймин, большие кусты, они высокие, достаточно до двух метров, и обельзийцы, в паре тоже, в Латвии, в Риге, вот, с латышскими ругозами мы закончили, целая серия, скажем так, ругоз, любопытных и интересных, была выведена в Германии, в конце 20 века, начале 21, первого, причем, вот, если Баум Карбаум, это был профессиональный селекционер, то Уль, следующее, это был, скажем так, любитель, в основном, в основном, так получилось, что ругозами, профессионально, занимался не так много бридеров, вот, и зачастую, это, скажем так, продукт, вот, когда касается, допустим, Жоржа Бунье, то это любители, селекционеры-любители, чем интересны шней копы, небольшая роза, до метра, метр плюс, четкая, абсолютно, полусфера, очень хорошие плоды, и не знаю, насколько четко может передать, это нежно-нежно-сиреневый оттенок, то есть, это очень специфический такой оттенок для ругозы, очень приятный для глаз, вот, взрослая, скажем так, шней копа на подпорной стенке, ничего, скажем, секатор, ни куста резк не приближался, но видите, что полукруглая, очень сильный запах, очень ароматный, очень сильный, приятный запах, ну, и цвет, цветочка, вот, совершенно интересная, кстати, у Бау, видимо, его привлекало, он пытался вывести какие-то, вот любопытные такие ругозы, еще одна его ругоза Монблан, совершенно уникальный цветок, он с сероватым отливом, такой вот, несколько дикаденский, она не чисто белая, вот этот флер, нежно какого-то вот такого серого оттенка, единственное, что Монблан не очень активно цветет, то есть, он, скажем так, не так, как Шникопа, Шникопа может быть практически вот сугроб такой белый, Монблан, там крупные цветы, но их меньше, но очень любопытный оттенок, и Монблан крупная роза, где-то до двух метров, хотя ему официальные все источники дают где-то, тоже метр двадцать, по-моему, там хелпифа дает, но двухметровые сорта мелкость. Еще одна любопытная руглоза Баума, ротас феномен, это действительно феномен, она практически черная при распуске, вот здесь вот цветок ближе к тому, что реально, потому что здесь цвет, фотоаппарат не взял этот цвет, это очень и очень темный, практически черно-красный цвет, у него такие же черно-красные эти самые тычинки, вот для меня это немножко переворно, на самом деле, потому что издалека куст, ну, несколько мрачноватый, но в принципе реагируют все, конечно, ах-ох, потому что это, ну, это феномен, действительно, в мире руглоз, такая расцветка, хотя есть у него более старший брат, приблизительного же оттенка Безис Пурпо, который я люблю больше, но это очень изящная розочка, небольшой цветок и в отличие от ротосфеномена у нее тычинки золотистые, вот он не дает такого мрачноватого эффекта, как на ротосфеномен, но Безис Пурпо скорее, скажем так, роза для коллекционера, потому что это не крупная роза, цветок держится недолго и она немножко такая вот капризная, скажем, чуть-чуть, то есть она тяжело идет, тяжело разрастает, не очень хорошо, не очень хорошая у нее форма куста, то есть достаточно своеобразная там надо, но цветочки очень миленькие, очень симпатичные и вот Безис зимует в наших слоях абсолютно беспроблемно, то есть никаких проблем по зимовке у нее даже не подмерзают кончики, ротосфеномен может немножко все-таки страдать, это Безис опять еще один, но не ловит вот темный бархат, вот лепестков, фотоаппарат, вот они уходят в красный цвет выдают его. Вот как раз второй селекционер Уль, я думаю, что если кто работал с ругозами, наверное, слышали серию Roadrunner, там есть масса всяких Light Roadrunner, Pink Roadrunner, по-моему, Moff Roadrunner, Smart Roadrunner, невысокие ругозы, как правило, где-то метр-метр с чем-то, но вот у себя на родине это как раз Зангерхаузен в розаре, это сорт пьерет, который все источники тоже дают, метр двадцать, но здесь она два метра, и за ней там вот вторая роза, это как раз Pink Roadrunner, который якобы тоже малышка, но сами по себе очень качественные ругозы совершенно, вот если нужно какое-нибудь такое вот цветовое пятно, будет хорошо цвести, будет хорошо расти, будет хорошо зимовать, совершенно беспроблемные с этой точкой зрения, вот они, скажем так, в полном цвету пьерет и Pink Roadrunner. Да, вот, скажем так, как говорят, на каждую старушку бывает прорушка, так и тут, говорит, на любого бридера может случиться ругоза, это немецкие ругозы совершенно недавние, такая забавная история, это есть питомник достаточно известный в Германии, Rosenschule, розовая школа, Ruff, Синьве Ruff, вот, как злоделец питомника объясняет, что мой отец Георг Ruff, он очень любит желе, розовое желе, которое из плодов шиповника готовит, вот, на что матушка сказал, что я сделаю желе тебе, но только ты должен чистить розы сам, вот, он все, что он почистил, все зернышки он посеял, вот, Георг Ruff, в общем, говорит, в весну мы получили поля, рвоз, совершенно различных, не знали, куда их деть, потом, значит, Вернер отобрал из них самые, 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 самые красивые, там они живые изгороди из них делали, в общем, чего только не делали, он отобрал 8 самых красивых сортов, зарегистрированных, сорта действительно интересные, в принципе, вот, Violet Pearl, она тоже сиреневая, как шнейкопа, такого же оттенка, единственное, что форма цветка более раскрыта, ромашечкой, Wild Fox, на мой взгляд, это достаточно уникальный сорт, потому что очень набитый и очень плотный для ругоза цветок, совершенно, скажем так, нетипичной формы для ругоза, заявляется, как на пион, да, вот он любопытный, в принципе, есть фотографии кустах, не так много, цветет достаточно активно при таком большом, плотном цветке, в общем-то, я могу сказать, что она достаточно обильная, единственное, что непонятно, как она будет реагировать на влагу, то, скажем так, еще на нас еще не добрались, и White Eagle, который, на мой взгляд, я, может быть, даже решусь его попробовать, потому что, хотя нет места уже никаких, потому что это уникальная окраска тоже, очень темная, очень красивые плоды, скажем так, из моего опыта, те гибриды ругоза, это все, что мы сейчас с вами рассматривали, все сорта, это гибриды на основе, значит, видовой розы ругозы, вот, они бывают двух видов, когда мы дойдем до канадских роз, там будет видно, что это тоже как бы гибриды ругозы, но есть довольно много гибридов ругоз, которые на ругозы особо не похожи, листва, другая, цветочек больше, там похож на хлорибун, или на кустовые какие-то розы, вот, по гибридам ругозы, чем ближе она, скажем, по своему внешнему виду к настоящей ругозе, особенно по листву, более морщинистый лист, и вот, более такой сжатый, тем лучше она будет зимовать, то есть, если она отходит по своему внешнему виду уже в сторону куда-то, другую, то есть вариант, что зимовать она, как вот, ругельда, ханзолэнд, робуста, что они будут зимовать, и может быть, даже не умрут, хотя для ругельда эта проблема, она сильно, скажем так, мерзнет, и даже гибнет в наших краях, робуста и ханзолэнд выдерживает, но вот, чем ближе по внешнему виду к ругозе, тем лучше они зимуют. Ну, опять же, таки, вот, старушка бывает, пророжка, да и это остин. Я думаю, что он эти свои ругозы не выводил специально. Дело в том, что, когда он выводил свои остинки, он использовал ругозу для того, чтобы она дала ему устойчивость, дала хороший рост и повторное цветение. И, в общем, из отобранных семенцев, просто те, которые ругозам наиболее достойны, он оставил и ввел их в культуру. Миссис Дорин Пайк абсолютно устойчива, совершенно спокойна, у нее там две устойчивых ругозы в крови, ближайшие родственники, невысокая ругоза, где-то до метра высотой, чуть шире она шириной, очень симпатичный, вот видите, цветочек с пуговкой, но есть проблема, ее любят трипсы. То есть, если трипсы, да, она, если на вашем участке с этим проблемой, вы с этим боретесь, то цветочки немножко форму портят, цветы становятся какие-то совершенно такие, они теряют вот эту свою четкую форму, она становится какого-то странного, такого немножко расхлябанного, такого вида. Вот. Здесь она, кстати, у меня она в такой приличной тени, но, в общем-то, даже для этой тени я бы сказала, что она достойно цветет. Выдвините на солнышко, будет цвести еще лучше. А вот этот сорт остины, я считаю, совершенно полным шедевром для Рогоза. Вот Эдрик потрясающий. Вот его не берет ничто. То есть, ни насекомые, ни болячки, цвезет он очень активно, очень неплохо повторяет довольно быстро. И очень красивый цветок. крупный. И зимует уже, наверное, лет 6 у меня. Не подмерзают даже кончики. В принципе, там он зимует в том месте, где скидывают снег в дорожке. Но сейчас он уже так подрос основательно и, скажем так, из сугроба уже вылезает активно. Вот он в полном цвету, за ним, кстати, Агнес. Она выше, но... И он, кстати, уже выжимает Агнес. То есть, он по своей крови, по своей мощи. Хотя Агнес была посажена раньше, А Эдрик сейчас Агнес давит. И у меня сейчас задача поднять Агнес наоборот вверх, чтобы она вся вот на макушках цвела, сделать ее совсем долинастой, а весь низ займет Эдрик. Скажите, пожалуйста, а здесь один куст? Один. Один, да. Здесь один куст. У меня... Я не могу себе позволить такую роскошь по три куста. Да. Здесь, собственно, маленькую ремарку подъем к датриплу. Если будете его укрывать, то высота у вас в кладби нет. Здесь он пониже не укрывал, и в маик не укрывать. Его можно стричь. Вот его можно стричь как хочешь, абсолютно. То есть, если вам не надо два с половиной метра, стригите, не бойтесь, все будет хорошо. Кстати, я так вот чищу итературу. Если у кого-то есть вопросы, ради бога, в любой момент задавайте а почти все есть латышский кругов я думаю что это вообще не проблема достойный он должен быть в каждом саду потому что не совсем розовое масло а вот есть какая-то тоника фруктовая нота и вот за 3 метра ощущаете аромат он очень-очень приятный к агроному работающие на оригиналы остина предлагают это и мир увлечения это и подворье это 5 плюс наверно тоже есть важно да только разница в цене ну кстати вот мой эдрик на родной подмосковной конине это подмосковный питомник так что возможно вариант тут когда вы берете на коните в вашем районе привиты что это даже лучший вариант чем допустим брать оригинальный вот я не могу пожалуйста по поводу выгорания да он выгорает но он выгорает красиво но хоть в серебро то есть он даже вот выгоревший цветок он становится знаете такой дымка серебро вот между такой вот след от чернил немножко где-то вот так вот интересно но очень достойно то есть это не страшно и и даже вот цветет долго цветет в первое цветение очень долго потом значит там может быть единичные цветы и и повторяет вполне тоже достойно если подберете теплое солнечное место розовым замечательно да это крупный цветок да здесь он в дизайне он совпадает практически с пионом в одно время они так очень хорошо перекликается нет значит если он будет привитой он не ползет вообще ругозы скажем так если вы это единственные пожалуй розы которые очень тяжело идут черенками очень тяжело идут черенками есть скажем в принципе некоторые сорта а значит ползут вот допустим на роутранеры ползут активно хотя они у меня привитые вот немецкие ругозы роутранер там white у меня и прочее но он лет через пять пополз и пополз так конкретно то есть он видимо уже там ушел за прививка ушла на глубину и он пошел ползти риталсма я не видел чтобы она давно сидит вот тут не пытается ползти никак розаариделе не ползет вот не знаю эдрик я думаю что тоже вряд ли поползет если вы покупаете привитой саженец на всякий случай чтобы оградить себя от этого уползания покупайте привитой саженец и сажайте его в корневую шейку вровень с землей не заглубляйте то есть если вы сильно заглубите то есть вариант того что он поползет особенно вот если мы успеем дойти до колючих которые активно ползут гораздо активнее чем ругозы можно да если вам это не проблема ради бога тогда наоборот заглубляйте как можно глубже он перейдет на свои корни раньше и поползет но не все ругозы ползут вот сортовые по желанию как хотите можете стричь каждый год можете стричь через год можете раз в три года стричь можете вообще не стричь омолаживание так как эти оголенные большие ветки то лет 5-6 нет ну конечно если вам не нравятся эти оголенные стволы стригите хотя бы раз в 2-3 года допустим если есть желание вообще если есть хороший инструмент попал в руки то остановиться удержаться стрижки практически невозможно то есть вошел в раш и постриг все ну вот на самом деле я ни разу ругоз свои на пень не сажала вот но немцы рекомендуют сажать ее практически на пень если вы хотите значит я думаю что в наших условиях поскольку у нас все таки не такой длинное лето не такой теплая надо соблюдать какую-то золотую середину не сажать ее на пень оставьте сантиметров 30 хотя бы вот если куст старый вам надо омолодить не режьте его сразу на пень срежьте там до половины а на следующий год можете пониже еще раз то есть не если растение старое сидит на этом месте долго лучше вот кардинальных каких-то телодвижений в нашем непредсказуемом клинте не делать щадящие то есть варианты вот начали шаг за шагом в этот год сняли столько на следующий год да вопросик может я чего-то не понимаю по поводу расползания если ползет канина то это вырезать канину естественно да да конечно да нет расползание вы углубляете она привита на канину но как правило для подвоя используют ту канину которая не ползет то есть есть там клоны которые уважающие себя питомники используют канину которая не ползет не видовую лесную канину который может потом там ситуация с подвоем точно так если вашему привою комфортно и все хорошо он не страдает то камина не поползет то есть он все силы берет на себя только если камина ваша поползла значит вашему прямое что-то не нравится что-то не то либо он подмёрзли было там где-то он что-то за огнем где-то еще что-то бывает конечно что такого то если прививает на канину лесную совсем взяли из леса привели она там просто такой монстр который готов задавить все что угодно да вот она может быть и в любом случае если поползла канина значит привой что-то некомфортное либо и не станет некомфортно если она уже поползла если вы ее не вовремя удалили она все тянет естественно на себя и ему уже тяжело справляться привою как раз работала над этими розами вот мы спросили почему вот вы их на подвое да то есть в принципе они же могут на собственных корнях просто на подвое но вообще они не более аккуратный куст то есть кроме того что они не расползают они более имеют хорошую красивую форму то есть не такую хаосную как да вот они имеют просто вид хороший за которым нужно меньше ухаживать потому что бутонический сад у них там нет возможности это все активно ну то есть это в плане минимального ухода я к чему нет нет таня из моего опыта ругоза которая похожа на ругозу чем ближе она к ругозе она черенками идет очень медленно я думаю что ее на подвой сажают исключительно из того что из черенка ругоза идет настолько медленно она так медленно развивается что там посидишь пока дождешься нормального куста и в прививке медленнее но не так медленно побыстрее если флорибунду вы скупили посадили то она уже практически в этом году у вас будет полноценный куст то если вы сажаете гибрид ругозы то примерно на третий год да на третий год только да что-то такое то есть она медленнее развивается а потом уже после третьего года уже все ну не все сад толстый тендрик очень быстро развивается вот он достойно еще в том что он очень быстро выходит на нормальный скажем так на декоративный свой уровень буквально на второй год он даже и в первый год при скажем так хорошей агротехнике может выглядеть весьма достойно все вопросы остина между прочим министры пайк и Снолдон и Эдрик не кодинам ну с Дорин пайк у меня не так быстро шла тяжелее Эдрик быстрее шустрее может быть потому что Дорин пайк у меня оригинальная Али 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 Алиадрик на конине подмосковной как они пересадки относились? нормально ну на самом деле в принципе вот вариант того что все боятся пересаживать взрослые розы естественно чем она моложе тем легче она перенесет в пересадку если вы пересаживаете взрослую розу ну вот есть такая необходимость надо ее пересадить ее надо практически вот обрезать скажем так почти очень сильно то есть вырезается там побеги часть побегов вырезается оставляется допустим 35 побегов срезается там до состояния 20 30 точно также удаляется часть корней и по сути дела как бы сажайте заново новую розу то есть вы ее омолаживаете в общем то они выдерживают иногда это совершенно спокойно выдерживают все зависит конечно от вашего опыта и сноровки кстати в последние тут несколько дней на форуме читала ваша жена уха у девушка из под санкт-петербурга как она пересаживать взрослые взрослые розы куст связывается берется строительное ведро 20 литров такие большие у которого отрезано дно соответственно вот надевается вот на эту рулю и ведро долгивается в эту землю то есть вот она убивается в землю на уровне вот как это вошло это ведро внизу подрезается все эти корни и вот с этим ведром вот этот вот куст пересаживается уже пока присадили в яму ведро вынули при этом как бы все эти корни травмируются так внимание на то что у нее вот эта корневая система и утверждает что розы замечательно переносит я люблю пересаживать осенью не люблю пересаживать весной а осенью где-то начиная там с конца августа зависимости от погоды до там весь сентябрь может быть в вашем климате там чуть пораньше чем у нас или наоборот чуть попозже у них есть время прижиться нормально там комфортная температура могут быть и дожди или еще что-то весной непонятно как то есть у тебя может быть в апреле там сейчас плюс 6 а послезавтра тебя будет плюс 20 и ты вот этот вот период поймать совершенно нереально а осенью если вы начинаете там с конца августа но если уже август такой нормальный не жаркий спокойный можно пересаживать они легко в общем-то достаточно взрослые кусты пересаживала вполне нормально единственное что когда вы делаете это сразу вот вы взяли этот куст пересадили налили воды туда чтобы она как хорошо чтобы она могла обрежиться нормально можно допустим вот некоторые как пленкой заматывают чтобы снизить испарение или еще что-то вот либо я люблю резать допустим обрезал ее заматывать ничего не надо но потеряет она год она конечно не будет на следующий год такая же как в этом году может быть два в зависимости от капризного сорта но в принципе ничего невозможного нет еще не любопытная значит группа сортов правда их там там немного по моему три сорта здесь я покажу только два это гибрид розы ругоза с розой нити без с розой блестящей так называемую руготиды внешне по цветочку когда видишь по фотографиям ничего особенного там цветочка цветочка ругозистой расцветки потрясающе совершенно листва узкая блестящая сильно блестящие листва то есть это вот дарт the fender даже красив своей листвой но у него цветок на самом деле интересная фотография не берет это немножко дымка чуть-чуть уходит в серый то есть дымчатый оттенок и очень хорошие плоды не крупная роза до полутора метров вот она листва узкая блестящая красивая достаточно осенью эффектное растение на деле есть торос сорт карелис там совсем простенький цветочек но листва такая же и они абсолютно зимостойки потихоньку доползли до канадских роз которые позиционировались довольно долго как абсолютно неукромные зимостойкие розы здесь я это портрет известного канадского селекционера в основном в общем-то канадские розы те которые мы знаем сегодня это дело ее рук основная масса это финиситас свейда кстати тоже прожила 92 года родилась она в австрии 50-х годах переехала в канаду не знал не гадал что ей придется заниматься селекции роз но попросили и ничего не знаю розах она правда была селекционером но не розами занимался что другие растения она возглавила департамент в оттаве на станции опытной станции в канаде была программа государственная они начали эту государственную программу еще в конце 19 века когда значит надо было акклиматизировать растения для сырого канадского климата и в 60-х годах у них две станции которые занимались именно селекции рост то есть люди думали не только о том что поесть о яблоках грушах и так далее но и о красоте скажем так две станции одна находится в оттаве там где работал фелисита свейдос и вторая станция морден я думаю что если кто интересовался канадскими розами слышал название там morton centennial морден sunlight sunrise с этой приставкой морден это вторая станция канадская она была чуть севернее в пререх чуть севернее это 49 параллель северная для того чтобы сравнить эту 49 параллели сделать выводы о зимостойкости канадских роз киев находится несколько севернее 50 параллель вот санкт-петербург это где-то к 60 до 56 москва соответственно канадские розы одни вот в оттава это 45 параллель вторая самая северная это 49 параллель я думаю что на основании этого вы можете сказать что вы можете прикинуть что это уже не совсем скажем так близко к нам хоть и считается морозостойкий плюс канада особенно вот эта станция морден это устойчивый и очень высокий снежный покров то есть таких проблем что морозы по голой земле как у нас на станции морден не бывает поэтому даже те розы которые выведены были свейдой на ваттаве они кстати более зимостойки в наших условиях чем те которые выведены в мордене хотя морден казалось бы севернее это две серии серии были значит серия explorer это как раз ваттаве который занималась свейда на экспорте это открыватели то есть открыватели исследователи которые занимались исследованием этих североамериканских земель серия на станции морден это серия парконт и основная масса роз там с приставкой морден но скажем так из серии explorer есть и абсолютно зимостойкие сорта это первые сорта с которыми занималась свейда и они сделаны на рогозе марден фробишер высокий очень большой такой до двух метров сорт любопытные цветочки они не крупные но вот сам по себе цветочек замечательные то есть это с пуговкой очень нежный нежно-розового цвета многие ругают его за то что он не переносит дождь но по своему кусту могу сказать что с возрастом вот эту ситуацию когда он негативно реагирует на влагу она уходит как-то вот взрослый куст практически не замечает мне кажется уже до дождей какой-то вот особенной росы если по молодости он на это реагировал то сейчас он практически не реагирует куст огромный здесь кстати о вопросе о том что их надо стричь время от времени это еще стриженные кусты он скажем так выглядит весьма эффектно а вот здесь куст уже не стрижены и уже не так надо заняться просто руки никак не доходят вообще-то высокие кусты тени сейчас на него довольно много падает он на самом деле эффективно и зимой потому что не очень интересные побеги ярко-красные и стрижка кстати вот стимулирует отрастание вот этих молодых новых побегов которые имеют этот красный цвет так что не стоит пускать их совсем уж на тимотек если немножко приложить труда и рук то это может быть очень эффектное растение еще один абсолютно на стойке сорт генри хатсон тоже сорт свейды считается что он до полутора метров компактно вообще он может быть и выше вот хатсон растет у меня тоже к сожалению в полнейшей тени но он на это реагирует спокойно он допустим не так как ритал см он выходит из зимы достаточно достойно единственное что он не так как вот если ритал см она может выйти плохо из зимы но потом отрасти и цвести достаточно обильно хатсон чем больше тени тем скажем так слабее он цветет и сезона сейчас опилила там вишни солнышко ему стал доставаться больше и он опять начал хорошо цвести на мой вкус это одна из лучших белых ругос то есть очень нежный цветочка с таким легким розовым дыханием с очень приятным ароматом и в общем-то очень очень приятно и вот он по моему как раз вот не страдает тем что я говорил когда вот это ржавчина на цветание либо он у него чистится сам цветок я сейчас детали не помню то есть вот за ним я такого негатива как на ритаус меня не замечал то есть он как-то высасыпается и все достойно себя ведет розовенькие в бутончике среднего размера цветы полумахровые очень и кстати он один из немногих ругос который он колючий но там маленькие колючки они почти почти как эти фанты у оленя такие немножко такой пушистенький получается не сильно колючий с ним тоже приятно работать в этом плане в отличие от ритаус мы из тех зимостойких роз которые будут абсолютно зимостойки правда здесь опять же делаем клип скидку на микроклимат участка это все что сделано на основе ругозы вот эти сорта дэвид томпсон я смуз чарльз альбанель у альбанель из этих скажем так менее ругозистый цветок он ближе к такому бокалу и довольно любопытного оттенка то есть если дэвид томпсон и йенс муск они практически ругозы ругозы это чарльз альбанель дэвид томпсон вильям баффин вильям баффин единственная здесь не ругоза это гибрид кардезии но он тоже абсолютно зимостой к совершенно без проблем зимует баффин йенс мунг чарльз альбанель и одна из ругозов последних выпусков это станции как раз морда беленькая ругоза мордон сноу бьюти мордон сноу бьюти это повторно цветущие серогозы то есть это в июне там в зависимости от сорта 2 3 2 3 недели такого обильного цветения потом на кусте могут быть спорадически появляться цветы зависит от ухода зависит от местоположения зависит от саженца то есть это либо могут появляться спорадические цветы либо не могут потом мало осеннее цветение тоже второе тоже все зависит от сорта насколько вот это что скажем назовем условно зимостойки я не решу не решусь вот эти сорта стать без укрытия я скажем так несколько лет издевалась над мордом sunrise за четыре года он у меня ушел то есть каждом году без закрытия да он слабел 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 и в итоге ушел вот по подмосковью некоторые позиционируют как неукровную мордон сантеннил но здесь также все отмечают что она перезимует но вот такого цветения на неукровной вы не увидите то есть она будет свести намного скажем так хуже но если теплое место если хороших микроклиматные участки то можно пробовать кстати вот эти сорта то что вот мордон сантеннил или прерри джой или александр маккензи они все вот очень легко распространять размножается черенками в отличие от настоящих рвоз здесь как в крови гибрид кордезии у многих из них и они вот с точки зрения черенкования идут и как правило это все розы еще на своих корнях но ползут они не так чтобы активно от прерри джо она немножко расползается но я не могу сказать что чтобы это мешало кому-то сильно джон дэвис под москвой в некоторые пытаются выращивать неукровным но опять же такая ситуация что такого обильного цветения он не даст и вариант такой что я знаю что у некоторых товарищей даже при укрытии джон дэвис вылетал совершенно непредсказуемо там в определенный год просто не вышел из зимы взрослый куст и все ну вот такая ситуация единственное что с канатками скажем так при легком укрытии относительно легком укрытии с ним практически никаких плясок то есть они выходят из зимы нормально ну бывают конечно такие критические случаи необъяснимые выходят из зимы нормально практически не болеют и в общем-то очень цветовое пятно они обеспечат это александр маккензи тоже один из этих маккензи я не знаю про него вот просто могу сказать что он дождь не переносит он просто не раскроется вот эти вот качанчики его цветов они не раскрываются в дождь как чуть теплеет и становится суше раскрывать я каждый год он как раз он зацветает не очень рано зацветает поздно попадает под июньские дожди вот эти поздние я каждый год говорю все я тебя выкину я больше не могу на это смотреть а потом вроде дожди сходят и он такая расцветает до цвета это цветет долго очень ну ладно живи дальше вот эта государственная программа она за отсутствие финансирования где-то скажем так к началу 2000 90-х годах по моему они завершили и не было у них новых роз сейчас они опять ее видимо нашли деньги еще что-то подняли на щиты и начали появляться новые новые розы первая серия пошла 14 15 16 год под названием канадский щит они взяли те наработки которые были на станции морден находится приблизительно в тех же местах и начали выводить зимостоки розы опять они позиционируют их как розы 49 широты но они как раз пошли дальше вот они уходят уже от этого типичного кустового значит вида роз не укрыли где присутствует гены рвозы или в розы гордезе наверное здесь же осталось но здесь как раз невысокие кусты более такие близкие по виду к флорибундом или почвопокровкам которые зимуют под устойчивым снежным покровом не знаю как не многие по моему почти ничего еще из этой серии до нас не доползло вот некоторые видите практически чайники как они поведут подозреваю что видимо все таки также как и более ранее морденская серия вот чинок санрайс это последний последний да он красивый но на как раз этом самом морден санрайс сделан там в родителях но более абрикосовый такой симпатичный цветочек вот но подозреваю что все таки легкое укрытие потребуется этим канаткам которые последние пошли в годы и теперь пожалуй поговорим немножко об американских зимостокий роз на самом деле если бы не было американцев их интересом интереса к устойчивым розам я думаю что не было бы и канадок потому что канадцы во многом основывались на американских ранних работах в штате айова еще в конце 19 века заинтересовались зимостойками розами почему опять же тут русский след получали они растения из россии был там такой профессор хансон который в конце 19 века совершил путешествие по россии откуда он привез много всяких зимостойких яблони собирал семена отбирал сорта и в том числе перепривез опять же таки розу ругозу и розу лакса но не ту лакса который может быть слышали на который прививает остин а видовую розу лакса шиповник рыхлый который эндемик нашей сибирская наша роза вот и на этой лакси как правило сделаны многие зимостойкие американские и канадские сорта первым уже в наше время начал этот гриффит бак американец что из штата айова он был преподаватель розы это было его хобби то есть он розами занимался как любитель но очень интересный сад так сожалению для нас они тоже не могут быть полностью зимостойки один из самых известных его carry free beauty я знаю его только у одного человека он рос в москве его позиционирует как четвертая зона но насколько я знаю его не испытывали без укрытия он тоже под укрытия попадал и сейчас такая известная его роза это distant drum красивая роза очень любопытно есть она в нашем бот саду они и все-таки окучивают очень сильно не знаю удаются может быть не каждый год укрывает пока она жива но назвать ее абсолютной зимостойкой хотя я думаю что нельзя хотя роза достойные и любопытные скажем так относительно зимостойка при легком укрытии взяв работы бака после его смерти просто его жена передала все 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 его наработки в университет и там начала заниматься этом какие-то зюзи зюзи она вывела серия такая которая называется носом но северный акцент носа на акцент целую серию розочек но розочки скорее такого ландшафтного плана это вот типичные почвы покровки то есть абсолютно совершенно низкие на мой взгляд самый интересный из этих роз это там четыре розы зигрит вот самый интересный из этих роз это в одном из наших подмосковных садов девушки у нашей она ее испытывала она в принципе ее не то чтобы укрывала она накрывала ее сеткой вот знаете вот ячеистая сетка которые вот эти пластиковые такие то есть она не утрасилом а просто накидывал сетку то есть там есть у нее специальная значит разработанная терминология что там как-то рассекается холодный воздух и вот этого достаточно для того чтобы вот эти розы вполне неплохо себя чувствовали цвели следующей зимой но чем выше будет снежный покров тем лучше она будет зимовать я не могу сказать что они сильно декоративно эти розы но вот зигрит как скажем так цветовое пятно и мало уходное мало требовательное почему нет если есть такой спрос она по моему не выше 40 сантиметров там 40 вот так вот 50 максимум следующий американец который я думаю уже многим известен и особенно его популяризировали как раз ваша питерская фирма опять плюс это пингвин который тоже начале своей карьеры занимался тем что выводил зимостойкие розы но реально зимостойких роз реально зимостойких сортов все-таки среди среди его сортов нет все они требуют хоть какого-нибудь на укрытие требуют вот кашмир любопытный сорт но он кстати вот вылетает прежде чаще других без даже под особо под укрытием по моему вылетает это типичная такая чайно-гибридная роза не очень высокая единственное что любопытно своим оттенком там красный такого без примеси малинового совершенно красный цвет любопытный достаточно а вот его же второй сорт champagne vicious он чуть более зимостойким в этом плане более такой устойчивый но и наверное самый из них димостойкий там юзи бокс он сейчас появился ярко-желтенькая распускается розочка да не крупный цветок быстро она скажем так бледнеет и потом уходит в этот розовый но такая смешная и любопытная в москве это она же она же дала она распускается ярко-желтая абсолютно ярко-желтая бледнеет практически до берлова потом появляется вот этот румянец на лепестках который с возрастом все больше и больше заполняет этот цветок в гбс у нас зимой без укрытия они подмерзают довольно сильно но потом восстанавливается и цветет ну и скажем так на частных участках у вас и даже в подмосковье я бы ее без укрытия не рискнула оставить хотя во всем в остальном это очень здоровая такая роза она невысокая сантиметров 50-60 там максимум и опять же этот зикрит и за ним вот как раз тоже два сорта пинглимовские тоже пробовали без all the rage вот этот и по моему снова дрифт вот белый сорт 2 этот барышня у нас испытывала их на неукрываемость в общем то вот эти три сорта более-менее так они успешно существует а это совсем последнее то что появилось из американских дэвид залезок вот эту роза позиционирует каплетисты она кстати сейчас появилась и продается у вас 5 плюс и баффин бион там очень много там очень сильно видовая кровь составляющая уж не помню какая видовая виргинская какая-то роза на основе ее сделан этот сорт делали его довольно долго в северных штатах сша он зимует прекрасно сможет ли быть у нас плетистый не знаю надо пробовать роза появилась на нашем рынке бледнеет правда очень быстро распускается абрикосом ярким очень быстро бледнеет вот такая любопытная розка что если есть желание можно попробовать цена правда у него такая кусачья в пять плюс прямо скажем но если можно попробовать вдруг вдруг будет плетистая роза которая зимует у нас без укрытия и самое последнее тоже в этом году только вышла на рынок штатов до нас доползет или нет не знаю ярко-красная тоже плетистая роза вывела ее до зиму скажем так домохозяйка которая розами занималась как любитель сейчас уже стала почти профессионалом открыла свой питомник джулия вером она ее испытывала в штатах в северных штатах наверное лет 10 как минимум но тот же самый злезак говорит что она уверенно устойчиво в четвертой зоне в 3 которые ее заявляют питомники скорее всего вряд ли не крупный цветок ярко-красного цвета до двух метров такой мини клайм может быть не знаю возможно когда-нибудь до нас доползет и будет на наши улицы счастье это будет не совсем шиповники когда мы будем говорить о неукровенных розах вот я не знаю может быть мы чуть-чуть прервем